Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моего ФФА сериала в Сидмэйр Сивилизейшн 6 за Испанию. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным, приятного продолжения просмотра. Ну вообще-то, в принципе, накопление промки не противоречит логике. Что не противоречит логике? Накопление промки. У тебя рабочие консервируются, что ли, куда-то. Себе забивает склады, они ждут момента сборки. Нет, я согласен, согласен, но это намного лучше, когда в том же Endless Legend реализовано. Ты там реально... То есть ты производство города ставишь на создание вот этого там складов, либо производства, либо науки. Там есть конкретная вот эта механика. И потом ты можешь ее использовать. Хопа, однократно, тебе надо чудо построить. Ты хопа, взял вот этот там кирпичик этого производства и использовал. Тебе надо там срочно что-то открыть. А когда оно вот так сделано, во-первых, не видно, во-первых, сколько у тебя там накоплено этой промышленности. Во-вторых, оно еще работает с помощью вот этого перелива, когда карточки от юнитов почему-то влияют на все, что другое строится. То это странно. Так, я тут Не купил еще электростанцию. Ага, вот и... А, за зданием я очки дают. Мне места, что я там не открывала, так и не знаю. Пиши, крестичку дай, ну, должно хватить на героическую. А что? Что, в картахине еще электростанцию купить? Что, у меня был еще за кругосветное плавание? А какие вы искали? Странно, вроде должно быть. А, или вот тут. Угу. Спамометы? Так, а нужна ли вот тут у меня лаборатория в Сарагосе? Центр вещания, фабрика. Надо какие-то юниты все-таки поднастроить. Чем он на меня будет нападать, интересно? Ну, самолетами, да. Пушки. Мушкетеры. Просто самолетами обстреливать. Наверное, этими. Эти подводные лодки строить. Кораблями больше. Хотя и тут как бы не особо... Не знаю. Ну, конечно, у него самолеты в основном. То есть он будет явно самолетами обстреливать города. Как-то так делать. Ну, вот дальше. Так, пригород тут не нужен. Больше. Что нам надо вообще тут? Селитровая шахта. Кстати, у меня весь селитр и есть, но без шахт. То есть, видимо... Так, какие у нас тут великие люди. Ну, не знаю. Мне как-то юниты... Ну, а один наблюдательный шар построим. В принципе, у меня есть эти бомбарды. Может, парочку бомбард лучше. У меня, по-моему, четыре бомбарды, да? И все они прокачаны. Второй уровень. Второй уровень. Давайте бомбарды пока построим. Потому что я скоро открою арту. И апнуться надо. Будет сколько там осталось? Ходов. Три хода. Ну, их реально три, потому что нулевой еще ход как бы будет. Я, кстати, как раз выйду в Сталеварение. Получается. Да. С фантомом. С дружбой. 621 золото из Рима. Андетка мой официальный спонсор. Наносим мой логотип себе на юниаты боевые. Хорошо. Хорошо. Так. Подлодка. Подлодка. О, плюс три ападана. Ну, то есть это тоже нормально. То есть мне не хватает двух очков. А вот еще и два этих построятся здания. То есть я даже без... Знаете что? Я без статуи свободы буду. Может морской порт тут купить, чтобы сразу строить плоты и армады? Ну, тут надо одну подводную лодку, чтобы это объединить. Так, Буэнос-Айрес счастье мне дает. Остальные надо беречь, наверное, послов, чтобы если будет он перекупать меня Буэнос-Айрес, чтобы я его покупал обратно. Тентральная площадь. Очень нужная вещь. Так, переиллюстрировать почту. Это увеличивает на плюс три. У нас какой, кстати, сейчас видимость? Ну, вообще сейчас не очень правильно, потому что союз, он там влияет. Уровень доступа совершенно секрет. Но когда союз закончится, караваны закончатся, будет немножко другой уровень, поэтому непонятно на самом деле. А, блин, я тут зря рынок строил. Хотя, ну как зря, он дает золото от желтых ггшек, но можно было и обойтись. Давайте бомбарду. Приморские города. Установим арту. Чтобы она по кораблям работала. Пока мне не очень... Ну, то есть, мне понятно, что он самолетами будет обстреливать. Это да. Но, например, танков я не вижу у него. И даже юниты, подготовленные под танки, не вижу. Поэтому... Мне не очень понятно, как он нападать будет. Кстати, вы можете удивиться, что я уже строю армаду, хотя не открыл мобилизацию. Это способность Испании у нее раньше. Ооо, не смог ничего украсть у 3. Ну, вовремя петра построил. Там детка, да. По таймингу практически. Ну все, детка улетает. Инвиктус в ракетостроении. Ну, я так понимаю, что Инвиктус и Фантом планируют по науке выиграть. Мне тогда не очень понятно, зачем римы и греки с ними союз заключали. Если не идут в ракетостроении, видимо, хотят ядерками бросаться. Что-то непонятно. Скоро мы это узнаем. Нужно набраться. Да не, мне просто кажется, что... Глуп совершили. Нет, они так и будут сидеть в союзах до конца. Просто рим и грек надеются на свою науку. Или просто немец ждет ядерок, и ядерками будет бросаться у меня. Вот и все объяснение. Прокачаный у тебя шпиончик сидит у меня. Алексис. Что? Прокачаный у тебя шпион у меня сидит. Ты каждый раз будешь про шпиона спрашивать? Здесь еще в конце прошлого, по-моему, вчера. Я тебе сказал, да, сидит, тырит у тебя техи. Второй сидит в Риме и тырит деньги. Ребята, кому еще рассказать про моих шпионов? Где еще сидит шпион? Еще третий у меня есть. Я не скрываюсь от вас, все по-честному. Все без обмана, да? Да. Завершена лаборатория. Не знаю, то ли юниты строить, то ли гранты проводить. Ну все, видите, я уже в героическом веке. Это здорово. А кто еще выйдет в героический век? Еще может немец выйти и индонезец. Немец, индонез, вы в героических веках? Нет. Немец, а ты? Не знаю. Потому что войну золотого века ждешь. Зачем нам воевать, когда они все улетают? Тут расскажи. Ты так интересный, Леш. Ну это я не спорю, да. Это да. Этот улет он какой-то скучный. Так может воевать с теми, кто улетает? Я не против, но они далеко. Как далеко, Кри, вон рядом с сосед твой. Мне жалко. С каждым разом все новые отговорки. Они далеко, говорю, нет, Кри, вот сосед, пожалуйста. Космопорт строит. Ну, его жалко. Какую я жалко, у тебя вызвал немец. А, нет, Кри, по-моему, еще не строит космопорт. Так, скажем, я не вижу. Диктус, я тебя всю игру запугиваю, что ты армия строил, а ты ее все не строил. Да, строя, я уже почти тысячи. Все нормально. Почти тысячи. Почти тысячи. Вот, вот у грека 720 и у Индонезии 525. Вы их бы кто позапугивал. Не у грека, у Индонезии. У грека 700. Индонезия уже конец, он уже все. Считай, не игрок. Тут уже его ничего не сделаешь. Первая адекватная оценка. Ну, а что, будем реалистами. Я бы, Фантом, на твоем месте в ядерке выходил и отыгрывал сумасшедшую Трепхувану. Вокруг таким веером на всех. Серьезно, как можно играть за Трепхувану, не построив религиозных районов? Это очень странно. А где у него места, по-моему, нету практически. Да есть у него места. Купил бы сейчас себе фото, забрал бы все приближные города Рима, припыл бы к тебе. У тебя города. Да неси чуши. Не неси чушь. Так должна играть ватская нация. Это делать совсем по-другому. Расскажи, Фантом, как? Ну, смотрите, у флота есть, как бы, одна большая проблема. Из всего флота ресурсы нужны на что? На броненосцы, уголь, да? Да, Фантом тут еще сделку рассматривает. Да, Фантом тут дебригатор на тяжелезу вроде как. Ну, у меня джонки. На них не нужно. И уран на ядерные подлодки. Это большие проблемы создает, когда ты выходишь уже, ну, какой-то современный флот. Он невероятно дорогой становится. Ты, на самом деле, что не параллельный флот. На Трипхуану тебе строишь только эти священные места и эти тампусы вначале. Берешь этот демократию и покупаешь себе линкоры по 100 веры. Я решил, что мне ты угольник... Подождите, линкоры 100 веры будут стоить для Трипхуаны? А, ну да, там еще только нужно этот валет, чтобы было. Нет, не валет. Ну, короче, как вы там, который снижает стоимость. Ну, это... Какие бы такие условия? Снижает на 60% если есть военный лагерь и днем академии. Кто мне даст такой карфаген? Леша его захватил. Это 2-2, в целом, говорю. Не, ну, слушай. Если на 60% снижать, это любая нация может там покупать линкоры. Ну, пускай там по 300. Линкоры можно покупать только варские юниты, только Трипхуаны можно покупать. Нет, нет. А земных... Русского 440. Русского 440 уже. Правильно. А нападать надо на испанца. Ури... 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 Стоять 70. Правильно, а нападать надо на испанца. Привешал, чтобы ты делал на мое место. Инвикторс, мы можем беру жизнь за германию. Если нападешь на... Извини, я за... Я за грека ничего не слышал. Спрашивал. Я говорю, Леша, что бы ты делал на месте в Германии? Легко, расскажи мне статьи. Блин, так у тебя же куча производства. Это эти... Проекты в науку. И улетал. У тебя же куча производства от твоих Ганс. Это куча... Это значит куча науки. Разве нет? А, все-таки, линкоры в улюте. Из-за моего местоположения, по-моему, это очевидно, что меня просто кто-то забросает. Ну, так заключаешь союзы, у тебя... Смотри, как везу-ка у тебя... У тебя везу-ка, у тебя кри, вон, сверху, он воевать вообще не хочет. Я отстающий, мне как бы воевать тоже нет смысла. Единственное, с кем у тебя могут быть проблемы, это русские. Ну, вот, от этого можно и отталкиваться. А так как у тебя куча производства, у тебя должно быть науки немерено. А так как у тебя еще и... Что? Почему? Я не считаю. Что не считаю? Себя не считаешь. Ты же тоже мой сосед. Так я же сказал, что я отстающий. То есть, ты считаешь, я могу быстрее тебя улететь с твоим производством? Не-не-не-не-не. Я говорю о том, что я нахожусь в центре карты, меня легко закидать ядер. Так я же сказал, сверху... Она просто заканчивается. Сверху кри, который не хочет с тобой воевать, он согласен на союзы. И я согласен на союзы, потому что я отстающий, мне нету смысла воевать. У тебя только проблема с русским. Вот я... Я себя считаю, но я отстающий, по-моему. Так, туризм мне не нужен. Вот так, берем. Так, ну что, немец вышел в золото? Нет, я тебя забрал. Героически, да. И вот смотри, и мы с тобой вдвоем в героическом. Ну вот и зачем нам с тобой вдвоем воевать сейчас? А там люди, люди улетают в этот момент. Нет, это неинтересно. Вдруг получится. Нет, ты, конечно, можешь меня забрать, так, а профит тогда какой-то этого. Так, сапачка. Нет, кстати, проекция. Проекция через один ход будет готов. А, ну тогда давайте пауза. У кого? Артем, у тебя? Да, да. Значит, Артему в личку кидаем. Плюс, если вы за запрет ядерного оружия. Минус, если против запрета. В личку кидать? Да, ну в личку, вот в игре в самой. Это для того, чтобы, знаешь, соседи не видели, у кого какое голосование идет. Это ж влияет. Вот в чате выбираете Артема и бросаете ему. Плюс, это значит, что можно кидаться, минус, что нельзя. Последний помню. Идет голосование за запрет использования ядерного оружия. Запрет использования ядерного оружия. Плюс, вы голосуете за то, чтобы запретить его использовать. И, соответственно, если будет большинство, то вы вступаете в ядерный клуб. Минус, вы против запрета. Я понимаю, что, типа, мне уже писали в комментариях, что это странное. Но это... Такое голосование проходит. Вот, ну... Как вон, вон, люди договаривают... Они подписывают договор о запрете использования ядерного оружия. То есть, плюс, использовать нельзя. Да. Да. Это вступить в ядерный клуб. Там же еще вроде как условность есть, что если... Ну, те, кто голосует против, они в любом случае смогут его использовать. Это странное избавление. Вот это самый важный момент, кстати. Нет, так это... Ну, блин, ребята, вы отписывались в событии. Вы должны были прочитать правила, которые Invictus опубликовал. Там ссылка написана. Я просто, как бы, освежить в памяти вам. То есть, тут идея в том, что... Все, последний момент какой? О, боже. Если большинство проголосует за запрет, то они между собой, те, кто проголосовали за запрет, друг в друга бросать не могут ядерку. Те, кто проголосовали против запрета, они могут все равно ядерки куда угодно бросать. Ну, и, соответственно, и в них те, кто проголосовал за запрет, тоже могут. Короче, три плюса, три минуса. Я, как бы, минус ставлю, получается... Что получается? Получается, все на всех могут бросать. Потому что большинство против запрета проголосовал. Хорошо. Ты там что-то мне говорил, я прослышал. Артем, ты на русского не будешь что подать? Ну, какие варианты, а если да, если нет, что-то, не понял, какие предложения? Ты объяснишь. Да, уже... Уже ладно. Союз делал. Так, мне надо в какие-то юниты посильнее, чтобы сила была какая-то. Давайте, может, все-таки стандартизацию откроем. Потом атомные подводные лодки. Сейчас я посмотрю. Я забыл. Вот Виктора повышать, ну, люди, обронящие территорию, не знаю. Город невозможен. Мне кажется, это уже на такой войне... Уже поздновато ставить. Первая армия. Нет! Ага, пушками. Спасаем. Ну, танки у него вот тут будут, эти рыцари есть. Линкоры поплыли. Линкоры поплыли. Еще один. Подлодки апнулись. Так. но еще надо подлодки строить этих всех спасать чтобы выжили и можно было проапгрейдить мобилизация открыта армии значит есть пошли в фашизм тут что поставить влияние мне не надо бонусы за соседство театральной площади поселенцев 2 к жилью во всех городах коммерции так что новой так любое пошел замес все наземные юниты ближнего бой нет это мне пока не надо война вот это надо при поражении юниты на 50 процентов меньше терять боевой мощи вот это поставлю ну я не знаю тут нет смысла что-либо строить честно говоря уже спасаем юниты не дали мне принимать будет все принимайте тут времени то осталось не успел я бы принял ну само собой это так в войне на том и речь как она здесь собирает свои вас никак ну там какие-то же бонусы есть за кризис всякие блин я не слышу ничего сюда что-то мне говоришь ты мне что-то говоришь да на чем он против тебя воюет ну флот арта самолеты линкоры подводки да те русские по моему проще в ядерке выйти просто ядерки сбрасывать и захватывать города кстати так понимаю что грек сейчас мы проект манхэттен закончил начинает строить ядерки нифига не проще русскому сделать потому что я тоже самое могу сделать с ним закидать русского чем цель союза вообще этого что надо сделать должны захватить определенные города элен ахин нам захватить от суши он на 40 ходов на 40 ходов ахин морской между прочим у меня флот и не маленький все торговые пути между участниками дают плюс 2 производства прошли кстати давайте давай просто премиум этот союз и будут будем больше производства получить я уже принял потому что я все равно уже ступил воену с немцем потому что на союз и уж промкает по моему хорошо да все примут он не менее то нибудь не выбрать да все и Продолжение следует... Так, пока... О, в Вавилоне уменьшилось. А кто в Вавилоне послов убирает, а? Признавайтесь. Так, давайте повысим... Магнуса. Какой-то ты нехороший. Что происходит? Опа, русский вылетел. Там перезагрузка у тебя идет или как? Да нет, он вылетел просто. А, вылетел. Связь разорванная. Андрей, ты тут? Андрей, ты славич. Сейчас бот походит за него. Пауза не ставится, да. Переходовка же. А в начале хода уже походит бот. Так. Или не так. А что-то тяжело начинается. Да, все равно. Это... Вертолет, что-то не отвечает вообще, да. Сейчас захожу. Ну, блин, я как-то играл как-то прочее. У меня электричество включило дома. Я думаю, нам по-любому надо выходить, потому что компьютер обгрейдил. Ну, да, да. Да нет, там нормально. Ну, тогда ждем твоего захода. Паузу будем ставить. Ты уже... Ты уже такой же в городе. Ботова какая-то, что Ален вышла. Вот так я думал мы грузить будем, боджи походил за тебя. Ну, там реально тут юниты русского пошли вон на город немцы. Я не думаю, что... Причем очень нелепо пошли. Давайте выбирать время, выйдем и все нормально загрузил. Ай. Считай. Раз, два, три. Раз, четыре. Раз, два. Раз, два. Раз, три. Раз, два. Раз, два. Раз, три. У меня уран, черескор. Промка отложена. Не делай глупостей. Это не так. уже ничего не отложено у тебя она точно печалька у него тоже бэээм и нету армады линкоров русские твердые у него что его это не нужно было а что это было да это линкор бомба что мне тут строить арту Подлодки, наверное. Арту это вот тут надо. О! Апать. Пехотинцев, чтобы силу городов повысить. Так, что там дальше у нас надо? Может, авиацию? Открыть и купить самолетиков парочку. Открыть и купить самолет. его никто-то я держу послов на случай буйно-сайреса похищение средств время выполнения побега рим спонсирует конечно пушки нет на кого собираешь сети я союз принял русский принял кризисный союз против немца нашу креете тоже рекомендую я это принял однозначно но и не дождь и быстро воевать я пока что реально очень большая золото укрушка лучше не отправлять потому что суши алинасти что-то говоришь да ты вообще какими-то перерывами если что-то говоришь вообще непонятно шанс улететь короче мы только слышали разбираюсь с хайл шанс улететь все пиши пиши короче он видимо имеет ввиду что пока он разбирается со мной у вас всех есть шанс улететь поэтому нету смысла на меня нападать вот я за него проведу верно 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 с другой стороны у вас есть шанс усилиться забрав немца а потом наверное меня потому что я тоже буду ослаблен да нет ребята здесь идет борьба русского с римом за счет потому что шанс улететь небольшой а если за счет то значит надо забирать немцы а и виктор говорит про то что идет борьба русского с римом за счет потому что он сам надеется под этот шумок улететь но но тут все нам намного намного проще что русский может забирать немца а рим может забирать кри все проблемы решаются просто сделать у него проезд в одну клетку ядерными ракетами это уже не неважно абсолютно как насчет закончить ален заканчивать у нас последний рим ты хочешь заключить свой союз что еще раз союз хочешь с кем скри наук упала на с тобой были караванчики хороший я стал к все хорошо и убивать твои танки в прошлый раз кстати да кто-то новый принял кризисный по моему кого-то не было в прошлый раз двое а вообще все приняли что и против немца да а кожа хища а 6 все немец тебе хана видишь ты умрешь страшных корчах будешь кричать нет не убиваете меня нет они такие да да мы тебя убьем общий русский я спрашиваю еще раз мы с тобой воюем или нет убивать твои танки уверен есть покажу ты можешь убить чтобы он верил это вот этот поцарапанный танк вот это он тебе убил танки боже ничего себе это они еще на его территории когда они зайдут ко мне будет по-другому все а если это будет современный так вместе с ядерками сушили а почему я у немца вижу где какие где какие губернаторы у него сидят видимость раскрывает межность так хорошо видимость для нас мы воюем все против немца почему мы у него видим губернаторов дипломатическая видимость против немцев поэтому он видит губернатора у меня просто повышенная у меня просто уровень доступа открыто то есть это одинаковые видимо нет это что рим римус я кинул положение боже просто городом даже уничтожается ничего себе испанец посмотри предложение да блин как ты два раза полечился этим танком а понял что ты что-то хорошее там предлагаешь да вау спасибо еще одно предложение успеваю походить извини немец на последних секундах знаю виноват меня отвлеком детка еще одно предложение потом посмотришь кстати торговцев то невозможно грабить я их забыл немец наверно обидно вот ты плаваешь тут столько торговцев плавает до грабить ты их не можешь стали что ли деньгами тебя нет рим со мной военный союз заключил так зачем мы с тобой воюем я вот опять же не могу понять там как бы мы вроде воевали без счета тот счет просто загрузка мы по-разному загружались мы разве договаривались со счетом воевать во время ну давай со счетом ты да допустим вот это что танки у тебя без мне было интересно добьет он или нет питер отправляем тогда раз он не может ограбить фантома почему мне все у тебя города по-русски написано один город джамби почему-то по-английски не знаю у меня все по-английски в очередной бак цилы кооприацию открыли не знаете в танки не идти лети в атомные подводные лодки в германии демократия вообще не по фэншоя где фашизм ого что тут плывет она же полностью видимость вся короче не если просто развязал всем руки я смотрю обед он унес так сказать изюминку в эту игру да сейчас будет просто на перегонки кто распилит немцы ну и меня соответственно нет чтоб блин ладно не рима читал не уплывешь почему-то не на меня плывешь ну на самом деле я сделал другую ошибку что они поплывут себя перед созвьюм вас не раз закричали то есть надо было просто на себя плыть сейчас успеваешь ну профи то конечно меньше но профи то уже почти нету ну в принципе у тебя как бы все шансы даже если вообще никого не захватываешь но если захотелось повоевать я тут близко сплошная граница сосед у тебя грек вдвоем на меня воде отпущить могли бы ничего не успел сделать где ваши космопорты почему вы не улетаете фантом улетай тебе дали шанс я не знаю что ты не построил вот тебе сейчас промку сделали даже кризисный союз там мало там мало тебе лишь бы поныть строй космопорт улетай не ну я заложил я конечно шпионы просто мастера уже столько шедевров шедевров натаскали блин не убили этого шпиона который тырил деньги из рима смолочки так это наблюдательный шарик как сове отсюда не бороться никак что это просто это ничего не пройти лучше оба почему это не вы что это что вы немец не хочу тебя расстраивать тут в двух ходах 3 а курс вместо того чтобы захватить индонезу так он с индонезии заключил союз фиг знает когда если недавно как раз перед снимается я с тобой согласен на самом деле да другой с другой стороны хочет захватить твой ахин и получить кучу денег правда не знаю зачем не будет так денег на самом это и моргин же для очков и очки нужны очки он у нас равно не выдержит или же разделиться все причем все получены ранее получили дороги меня нету до сих пор и хрен пойми его добила все нету танка русским улетал переход теперь же время для русские танки тут реально можно победить только улетом так ты им просто дал под понимаешь вот этим нападением на меня кризисный союз вот это вот все там производство то нет разве похищена оконная статуя кондотьер огромная статуя как он мог ее протащить же ладно я как-то похитил потолок сикстинской капеллы вот это мне больше интересных как же вот эти знаменитые фильмы ограбления музеев это что вранье все может быть хотя учитывать этот как этот стилистику этих хронологии событий сачки по цивилизации тут шпионы как бонды скорее то есть например говорят что летимцы обладают отличным вкусом имеет связи в каждом городе мира и ездит на автомобиле катере ну это определенно отсылка к бонды вот и про это и говорю блин у меня опять крашнулась цива компьютер не только зачем-то омани отправил в ереван единственное а это поэтому наверно у меня в бавилонии нету стокгольм не место теперь со всеми городами государствами то воюешь да никаких бонусов не получаешь уже знал то что ребята согласятся на это такая фигня им же это выгодно блин производство кучу дает я кстати немножко против того что в первый раз вступили 4 человека второй раз вступили 6 я не приезжаете не помню чего там а я тоже не видел ну не запомнил кри и русский больше производства получает пускай в меня каравана много больше денег еще почему они намного больше посчитать сколько с каждого каравана приходит денег где производства без культуры наука у них есть другие союзники куда они могут те же будучи те тоже производства плюс еще плюс 2 или сколько к ним кидают тоже караваны великих людей возьмите пожалуйста у меня джинсы достались всегда приятно иллюстрировать почту какой у нас вид открыт немецы зачем ты этого генерала держишь там же явно конец античность или как вековье нет возрождение мне штампушечка есть на 10 кстати алексей если тебя найдется время ответить чему ты не заселил свой полостров на 20 городов ну потому что я немцы хотел захватывать но я не прав конечно надо было заселять я же тебе предлагал в самом начале экономический сайвиз я хотел посмотреть на конкистадоров как они воюют не хорошо воюетесь не опаздывается апами появлением да нет я появился имя появились когда у немцы были мушкетеры что что и я не получилось продавить нет насколько там насколько было мощи там мушкетеров было у него было заставлено вот так тоже линии мушкетеров и у мушкетеров сила была больше против конкистадоров даже несмотря на то что там были миссионеры они они просто он их обстреливал он их обстреливал там пушку я конкистадоров вообще ни одного не потерял но и захватить немца таким образом не может получиться у меня на переднем фланге стояла пехота а позади пушки просто рядами выставлен ну и соответственно и соответственно у меня ряд конкистадоров все он просто там ну он царапает конкистадоров да окей ну и я захватывать его не могу извините и и красиво русский я предлагаю с тобой заключить мир до конца игры потому что я сейчас просто-напросто все твои районы сожгу вот эти вот передние до переднего фланга ну давай не будем заходить до крайности давай заключение а трансмиссии нападает ну это пока потом бомбы начнут лететь немец ты через два года теряешь ахин через три у меня рассинхрон не нападайте пожалуйста так пока мы тут грузились немец предложил мир заключать но он реально не может меня взять когда он со всеми в войне лишь осколком с тобой ходов воюем уже не помнишь ну сейчас я гляну через два хода мы можем мир заключить ну здесь он не отдает валенсию обратно ну по-моему немец тут ошибку совершил напав на меня фантом ну чё ты там я думал хотя бы ядерками которым будет кидать и захватывать больше нравится великолеп это строение и понеслась не дает пишет спутники это техника с генералом вот а вот этого можно потому что когда одновременно у двух игроков наступает то ну выше в позиции в лобби ты вообще да тому и приоритет этим повезло как ты будешь город забивать забирать в смысле при заключении мира даже я должен когда ты меня захватил город и мы заключаем мир я должен тебе его передать наоборот а если не будет передать он просто ко мне вернется и все ты же мой город считается понимаешь шпиону надо чтоб тихий тырить так тут пошли в грант и все и в науку я думаю уже не нужен этот скаут хорошо поработал пакета Això это что такое откуда у меня линкор компьютер что ли сделал опасность так пока некуда отправлять конечно не зря не хочется обстреливать это компьютер поводил блин эти юниты из городов отлично блин мне долбанный компьютер каким-то образом построил в картохене линкор эти картохену то это в озере на самом деле прекрасная вещь для обороны и обстрела твоего же города валенсии верни валенсии уже и так отдадут типа то мир решила заключить блин он детка ты где-то ходишь или что а нет вроде нет ты ходишь это да все немец ты остался и и где тут опасность просто на автомат хочу поставить так карта завершена ну а линкоры тут строится нафиг надо гранты а где мне больше всего производства вообще на 3d 86 кати надо будет рейну тут начальника порта еще прокачать 77 давайте наверно магнуса кратахена 70 давайте мы магнуса в бильбао посадим я тут не особо большое пересечение раз а где тут все или нету промышленные зоны нету блин тут только две зоны действует будет действовать на магнуса тогда в толедо надо оставлять устроил кучу арты отбиваться не могу сниматься объединю так что у нас тут лаборатория заканчивается а дальше везде проекты здесь шпион построится будем делать космопорт инвиктус там предложение еще одно а а а а а а а а вообще мне сейчас больше коммунизм и демократия подошли за фашизм тут демократию 4k 1 мне канализации есть если не изменяет память демократию 4k 1 ну что лёша союз давай пилить пойдете приложение мне кажется немец на крибу мог наверно русским детка тут так караваны камни бегают а союз у нас кончился ты как нибудь я придумаю что дальше делать немец предложение не вижу я же тебя отправить с ними все будут выделить мир через страны немец все лишь с одним самым слабым соперником заключенную я ему силу не так ничего не мог сделать в нападении я только в защите могут сделать немцы что-то и все сразу таки мир 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 это все равно же работает ну да все будет все и все на бедному одетку сбросили типа чтобы он захватывал ахин никто вроде не настаивает всем производство нравится ну да плюс два произвести каравана на ровном месте блин а где у меня там улучшение губернаторов не для рейны не ядра похищена блин плохо у меня рейны не прокачано нифига себе что-то случилось его бомбардировщик в защите поддержали атаковал бомбардировщиком армаду ракетных прессеров атаковал нету бомбардировщик против воздушных лимитов у них повод силы 90 армаду 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 так армаду 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 космопорт кампус 11 все равно ладно здесь а это вернем толеды надо караваны все в мадрид перебрасывать будем тут производство поднимать так 4 канализации мне надо мне надо 3 купить тут по моему канализация есть да давайте столица раз денег на 3 канализации толеда к там 5 штук до 5 штук вы что вам считаете и критера что лягить избирательное право ускорено немец что не будешь я просто не слышал тебя едет хорошо давай к намериться я не против блин я забыл захватить с собой своего адмирала и 5 6 7 8 а все бегают блин у меня это зря я не смогу в мадрид больше блин а значит больше все таки построить космопортов в берем какие у меня самые производственные города я не смогу караваны из производственных отправлять ну бильбао и картохена значит надо картохене и бильбао тоже космопорту строить нафиг этот юши убери там крейсеров кладешь свою армию чтоб не задело таки дай уже полетела главное на мою территорию чтобы не попал а он не сможет на скажите когда смотреть не спасал мир бедные подлодочки умирают и потопили один мой крейсер бедный мой крейсер если течис ядер в эти три скидки продавать что мы еще не знаем с другой стороны если ядерки были археологом из испанцев не стал помириться сложности что мне даст закидывание ну города забрать ну сколько я смогу не нужно брать градов таким образом я вообще не знаю что тебе мы это война со мной должна была дать так в бильбао вижу грейские танки исследовательский может тогда в картахену магнуса посадить лучше он еще больше он удаст производству так и сделаем вот это Виктора Толедо сколько будет на картахену действовать 1 район 2 район 1 2 3 4 5 да действует ну и его собственный район 3 то есть надо вот здесь и здесь покупать потом фабрики электростанции так по очкам по очкам кстати русский побеждает ну и это заслуженно он единственный тут который кого-то захватил все остальные сидели не воевали даже противно а мне кажется русский остановился он мог дальше идти захватывать а сколько ты это убился за своими самолетами под мой крейсер или нет ну он видимо был просто под самым не у вас слишком мало хп у него осталось не крейсер сейчас умрет это был обычный самолетик я его с бомбардировщиком перепутал ну вот скоро у меня героический век вот он еще видите мой героический век испортил как бы я хоть науки побольше имел а так пришлось то у кримова науки стало а потому что криво нормальном веке а вот грек с римом в новом греция только что использовала и куда на виктуса что ли да это крип ну вот это реально странно не ну инвиктус типа улетал виктус уже летал это все фигня но у него уже этот космопод построен мелочи все виктус никогда не улетели таком раз я бы на месте грека напал на русского всегда можно разобраться у него нет армии такой что не прям что-то можно было против поставить но сейчас будут у меня плюшки какие-то от этого всего кампуса науки сейчас у тебя будут плюшки под мекеной и арбисом в виде ядерных взрывов да ждем ждем надеемся все раки построения уже а ну грек тоже космопод построил при том чтобы не исключатель так я хотел купить археолога это здесь тут космопод еще строить ну что ахин видимо не падает да да не может антиохию отправить все-таки трех послов деньги лишними не бывают видите сколько всего покупать надо так у меня куча веры действиями тушеньки купить за веру писатель нафиг нужен ученый дает озарение для всей технологии инфекционеры но с другой стороны и так кучу тырю во плюс сто процентов лучше мне надо детка эти напоминаю что у тебя крованы ко мне ходят хотя наверняка карточка стоит на 44 которая сейчас не работает ты мог их отменить если бы объявил не войну просто против войну бибил там не без разницы в принципе тишь куда-то караваны надо пускать а союзиться ты не хочешь слушай ну компонгов у тебя прям куча да они шикарные вообще надо эти компонги я был бы окон то вообще царица мари была бы я вот все рассчитываю на окон то и вовсе нет не только компонги сами по себе ну где-то еще такие встретишь клетки 3 еды 2 производства и 3 денег 3 еды 2 производства точнее 4 производства и 5 денег вот этот возможно компонга не сделать срок вода я про обычную даже обычный компонг он тоже неплохо ну да 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 он как бы нивелирует проблемы того что ты на море появляешься ну как сказать нивелирует это требует больших вложений нет какие вложения нужны чтобы компонга были хорошие я выговаривали обрабатываешь морские клетки ты плохо обрабатываешь суши суши ключевые клетки обрабатываешь а все остальное компонги этих ключевых клеток может не хватить особенно в начале когда тебе нужны районы бахать когда тебе нужны клетки и на рост и на производство чтобы банально в чем принципиальное различие обработать столько же клеток суши в обычной игре чем на море на этом пока все продолжение запланировано на завтра спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока всем пока спасибо спасибо спасибо